Эйвен неизлечимо болен Вы должны быть готовы к любой ситуации Всякое может случиться в любой момент жизни Цена каждая минута Привет, я Анимеджик, со мной это мои питомцы И мы сейчас находимся в Москве Сегодня, ребята, у меня для вас такое разговорное видео Я хочу с вами поделиться печальной очень новостью Которая недавно стала известна про мою собаку Эйвена Вот она у меня на ручках 6 апреля, я могу говорить довольно сбивчиво Потому что очень переживаю 6 апреля Эйвену исполнилось 10 лет Он у нас с 2011 года рождения 6 апреля родился Он самый старый, самый взрослый пес из всех моих собак Никогда хозяин не готов к каким-то новостям Печальным о своем животном В общем, расскажу историю с самого начала Те, кто не подписан на канал, подписывайтесь обязательно Ваша поддержка нам очень нужна И, конечно же, ваши комментарии Обязательно пишите их, желательно длинные Они появляются в видео вот здесь Я оставлю на них сердечки Я буду вам отвечать, я всегда это делаю И поддержите этот ролик лайком Ситуация довольно сложная У меня здесь лежит бумага Я вам покажу Это заключение врача Дело в том, что какое-то время назад Эйван стал покашливать И я думала, что это связано с тем, что он, может быть, простудился на улице И поэтому какое-то время давала ему там солодку То есть, ну, лечила его от простуды Ничего не менялось Ситуация никак Я писала нашему ветеринару Описала ситуацию Показала, вот как он кашляет И она сказала, что нам нужно сделать УЗИ Вдруг он чем-то подавился Вдруг у него что-то в горле Вдруг он что-то съел Ну, такое бывает у собак Что палочка застревает Там, ну, какой-то Короче, всякое может быть Кашель может быть вызвана Очень большим количеством самых разных проблем Мне никак не могло в голову прийти Я не ветеринар, не врач, не доктор Что у нас таких проблем О которых я узнала Дело в том, что это не просто какая-то там болезнь Это что-то можно излечить или что-то Это даже вот в бумаге написано Неизлечимо Это пожизненно И кашель это лишь симптом проблемы Мы должны были сделать УЗИ Потому что это могло быть Как проблема бронхит, например Проблема с легкими трахеями и так далее Это мог быть гастрит даже Я удивилась на самом деле Что у собак кашель может продемонстрировать еще и гастрит То есть это могли быть самые разные заболевания И поэтому нужно было сделать рентген Не УЗИ, простите Рентген Рентген самых разных органов Мы сделали рентген И, к сожалению, по рентгену было ничего не понятно И нам рекомендовали В нашей, в Калужской клинике И наша ветеринар сказала Что все-таки нужно приехать к ней И проверить все у них в клинике И обязательно сделать проверку сердца Как может быть сердце связано с кашлем Это очень странно для меня Для человека, который просто не разбирается Настолько глубоко в организме животных Наверное Так вот Мы сделали все рентгены Врачи ничего толком не обнаружили Сказали, что повреждений каких-то не видят Каких-то изменений внутри особо нет И поэтому нужно пойти к кардиологу Именно и сделать проверку сердца Кардиологическую В итоге мы сходили Вот у меня заключение здесь Из нашего ветеринарного центра И у Эйвена диагностировано заболевание Эндокардиоз метрального клапана Или миксоматозное поражение метрального клапана Для вас звучит это довольно тяжело Сейчас, наверное, для меня тоже это звучало Как бы очень странно Ну, просто вот Просто так как набор слов Наиболее часто эндокардиоз регистрируется У такс, йоркширских терьеров, спаниелей, пекинесов, той терьеров То есть даже чихуа нет Кто не в курсе Эйвен Чихуахуа И все мои собаки И когда я спросила у врача Что может быть причиной Потому что я начала себя винить Я просто дальше объясню вам Чем это опасно И что в итоге нам Что в итоге вообще Будет дальше С Эйвеном Все в шерсти Софиш Все линяют Весна Даже футболка у меня в шерсти Врач сказала, ветеринар Что ничего Не обязательно что-то должно было к этому привести Просто я сразу начала винить себя Может быть я что-то упустила Может я что-то не так сделала Может быть я как-то навредила ему Но нет Врач сказала, что Так бывает То есть вот как у людей Какое-то заболевание У которого ну вот просто иногда нет причины Вследствие данной патологии Метральный клапан утолщается То есть вследствие этого заболевания И на нем образуются узелки Которые сливаются в бляшки Являются причиной деформации клапана Понятное дело Что то, что я вам сейчас читаю Вам кажется просто Ну реально Просто вот набор слов Для тех, кто не связан никак с медициной Дело в сердце Пораженный клапан теряет способность Плотно смыкаться И кровь начинает попадать обратно В предсердие И впоследствии возникает его расширение И застой в сосудах легочной ткани И врач сказала, что Если мы не будем делать Вот то, что она Нам порекомендовала делать То Может произойти отек легких А отек легких Это смерть И Даже при том, что мы будем Все это делать Все равно Может произойти такое Может что угодно произойти Очень долгое время Организм приспосабливается К данному нарушению Но впоследствии Может развиться Отек легких Аритмия и гибель животного Вот здесь написано Это неизлечимое заболевание То есть Если в каких-то случаях Когда я снимаю ролики Чтобы поделиться с вами Тем, что произошло Что-то, что можно вылечить Что-то, что можно как-то изменить То в данном случае Эйван Неизлечимо болен И Вылечить это невозможно Никак То есть все Это случилось Это произошло И это неизлечимо Мне сложно даже Представить Осознать То, что моя собака Неизлечимо больна Я не представляю Людей Которые столкнулись В жизни С тем Что у них Неизлечимо болен Какой-то родственник Или близкий человек Это очень страшно Если это так страшно Когда болен твой питомец Как же это страшно Когда болен твой Родной человек Я не представляю Ваших чувств И ощущений Это неизлечимое заболевание Сердца Которое нужно лечить Пожизненно Цель терапии Это максимально поддержать Работу сердца И продлить Качественную жизнь Собаки То есть Мы не можем Это вылечить Это уже есть Это проблема Это патология Это пожизненное заболевание Мы не можем Это вылечить И это может Проявиться Просто В каких-то В каком-то Просто Жизненном моменте И животное Может умереть Единственная Возможность У нас Это соблюдать Рекомендации Врача И что-то делать Чтобы Продлить жизнь Эйвана И чтобы Просто ему Улучшить жизнь Хотя бы Держать его В том состоянии В котором он находится Рекомендации У нас такие Обеспечить покой И исключить нагрузки То есть Бегать Прыгать Как я обычно Это делаю С Эйваном Всегда играю С мячиком Он очень любит Играть с мячиком Нам нельзя Вот так вот Прям То есть Можно Врач сказала Но Обязательно Вот смотрите Если он начинает Задыхаться То все Лучше Не продолжать Я не сказала Из-за того Что я очень растеряна Что Я замечала Уже такие моменты Когда мы снимали Какое-нибудь видео Например На канал Magic Pets Там кстати В честь Дня рождения Дня рождения Эйвана Вышел ролик Мое утро в голубом цвете Который все очень просили На канале И вот он вышел В честь его праздника И я замечала Что он задыхается Когда мы играем Я замечала Что он как бы Начинает так тяжело Очень дышать И покашливать Хотела показать вам Вот как дышит Эйван Вот он на руках у меня сидит И я чувствую Вот здесь В грудной клетке Как у него Сердце очень сильно бьется И он как бы Дышит Очень тяжело Даже при том Что он сейчас не двигается Сейчас я его не двигаю Сильно Как бы это не отражается А вообще Он еще очень сильно Так хрипит Прям И сейчас Он Когда он активен Не вот сейчас Когда он сидит Когда он активен Он тоже так начинает Дышать Тяжело очень Потому что У него Теперь понятно Что больное сердце А также Тут У нас Есть список Лекарств Фуросимид Виршперон Витмедин Возотоп То есть Нам нужно Принимать Четыре вида Лекарств Два раза в день С утра И вечером И даже тут Написано в бумаге Что это Пожизненно Пожизненно Мы будем пить Таблетки Всю оставшуюся Жизнь Эйвана Чтобы Как-то Облегчить Ему Их мы будем Принимать Всю оставшуюся Жизнь А также Нам нужно Делать контроль Дыхательных движений Во время сна То есть Когда Эйван Спит Я должна Проверять Как он спит И считать Засекать Сколько раз Вот он Дышит То есть Раз Вдохнул Два Вдохнул И норма Это 27 дыхательных движений В минуту Вы можете Проверить Со своим Питомцем И написать Какой у вас Результат То есть 27 дыхательных движений В минуту Это нормально Если же Больше 27 В минуту Приехать На прием В клинику Для оценки Состояния И коррекции Терапии То есть Это опасно Как только Собака Начинает дышать Больше Чем 27 Раз В минуту То есть Вот этот Подъем Животика Когда он Дышит Именно во сне Тогда уже Снова Нужно К врачу И Это все Чревато Тем Что мы Не можем Сейчас Какие-то Планировать Ну Стрессовые Для Эйвана Ситуации Если Те же Нам нужно Будет В них Быть Очень Аккуратными Хотя Я очень Хотела Этим Летом Организовать Нам Очень Классный Интересный Отдых И Я надеюсь Что все Получится Если Вот мы Будем Соблюдать Все Предписания То есть Все-таки Эйван Уже Старенький 10 лет Ему И такая Проблема С сердцем Ну И Также Витамины Минералы Разные Через Три Недели Нам Нужно Будет Пойти Снова К врачу И провериться Как Проходит Его Состояние После Лечения В каком Он Состоянии Находится Я надеюсь Что все Будет Хорошо Лучше Стать Уже Не Может Выздороветь Он Не Может И Только Постоянная Пожизненная Терапия Лечение Я Забеспокоилась За Софи Потому что Она Его Сестра И Она Примерно Такого Же Возраста У нее День Рождения Чуть Чуть Раньше В ноябре И Решила Ее Тоже Проверить У ветеринара Поехала Вместе С ней И ее Тоже Проверили Проверили Ей Сердце Но У нее Все Нормально У Софи Таких Хронических Заболеваний Нет И это Очень Меня Обрадовало Потому что Все-таки Они Сестра И Брат И Одного Практически Возраста Юми С Мишей Они Помоложе Вот Так Вот Такая Ситуация У нас Ребят Я хотела Вам Об этом Рассказать Я думаю Что Это Вам Важно Обязательно Пожалуйста Следите За Своими Питомцами Если Вот У вас Собака Закашляла Не Всегда Это Простуда Нужно Обязательно Ехать Ветеринар И проверять Потому что Иначе Если бы Мы Запустили Это То Мог бы Случиться Отек Легких И Эйвен Умер Сейчас Нам Остается Только Соблюдать Советы Врача И Лечиться Таблетками Всю Оставшуюся Жизнь Эйвена Мне Тяжело Об этом Говорить Мне Тяжело Осознавать Этот Факт Все Таки Это Моя Первая Собака Я Сама Учила Вас Что Вы Должны Быть Готовы К Любой Ситуации Всякое Может Случиться В любой Момент Жизни И Сейчас Я Должна Тоже Взять Себя В руки И Просто Жить Дальше У нас Есть Время Которое Мы Можем Проводить Вместе И Цена Каждая Минута Такие Моменты Я Просто Понимаю Насколько Насколько Ценно Время Которое Нам Дано С нашими Животными С нашими Близкими Поэтому Цените Пожалуйста Это Время Не Не Тратьте Его На Всякую Ерунду На Соры На Обиды На Что-то Я Уверена Что Вы Будете Поздравлять Айвана С днем Рождения В комментариях Спасибо Вам Большое За то Что Вы Слушали Мне Нужно Было Поделиться Этим С вами Сейчас Я Не могу Сказать Что Все Наладится Как В какой-то Другой Ситуации Со Своими Питомцами Все Может Становиться Только Хуже Или Просто Не Меняться И Я Надеюсь Что Жизнь Эйвана Софиши Меня Успокаивает Его Дни С нами Будут Светлыми Любим Вас Спасибо Вам За поддержку Заранее И Увидимся Скоро В новых Роликах Переходите И смотрите Ролик От Эйвана На Magic Pet Подписывайтесь На инстаграм И Канал Ставьте Лайк Пишите Свои Комментарии Пока